Тамара Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Тамара Николаевна, я прошу обратить внимание и помочь с аспортированием аварийной дороги. Комсомольское шоссе. Эта улица очень нужна для Комсомольда. Вот этот вопрос я очень-очень прошу учесть. Я, Прокофьева Тамара Николаевна, являюсь стартой Сосновки, поэтому очень хорошо, и мне приходится ездить в Сосновку по этой же аварийной дороге, 70-летие Дня Победы. Нынче, как никогда, этот праздник прошел, и во всем участие нашей администрации, вниманием ветерана, не будем лишены. Мы надеемся, что так будет и дальше. Тем более, что участников войны у нас теперь больше сюда, вошли в Друженьке. Было, в общем, вы узнаете, по нашим районам не менее около 800 человек были поздравлены медалями, где принимают участие, по-моему, и наши депутаты, не только нашего района, а и области. Вы в том числе. Спасибо, товарищи. Игорь Николаевич, я обратил внимание, что на трассе от Сан-Бисеппа до Сланцев идут такие масштабные дорожные работы, и, очевидно, совсем не дешевые. Этот адрес, о котором говорила Тамара Николаевна, вам известно? Так точно, Сергей Евгеньевич известный этот участок. Эта дорога, она идет как раз от города Сланцев в сторону города Гдов, в области. Движение там достаточно живенное, в планах ремонта дороги здесь, конечно. Какая сумма в бюджете заинтересована? Порядка 8 миллионов рублей. Дорожные работы, конечно. Дорогие, да. Будем надеяться, да. Камера, спасибо вам большое. Какие планы вы советуете разному? Беспокоиться людям, а людям помогать людям. То мы и делаем. Вы человек беспокойный. В общем, пока это живет. Сейчас вот поздравляем юбиляров. Кому 80, кому 90. Пожилому человеку не могу надать чуть-чуть. Внимание, это все. Помогут нам хорошо, очень администрация. Я очень благодарна. Сколько ветеранов сейчас? А вы знаете, у нас все пенсионеры наши ветераны. Если иметь в виду только участников войны, около 800 человек, улучшает уже Никиты, участников войны, ведь скажет, вот, ну все меньше, меньше. Ну, оставшиеся, конечно, вниманием. Если не могут прийти к нам на встречу, их подводим с помощью такси. И стараемся, если не на встречу, а на дому. Как и сообщество. В общем, пока работаем. Спасибо нашим активистам и наших министрателям. Она очень хорошая команда. Что еще хотелось бы сказать. Выразить благодарность нашему правительству, нашим людям, которые руководят страной и создают в мире условия, чтобы не было войны. Вы понимаете, я говорю в Украине. Я не могу понять, как эти люди, почти фашисты, если не сказать, беспочти, ходят по земле, убивают своих же людей. Не понимаю. И я благодарна нашим, которые тактично, интеллигентно успокаивают, умолодяются. И будем верить, что справедливость восторжествует только с большими потерями, к сожалению. Анатолий Николаевич, для нас, для россиян, все события, которые происходят в Украине, это, конечно, большая боль. Это боль, потому что для нас это братский народ, братская страна, которая оказалась в тяжелейшей ситуации, в результате государственного переворота. Каждый вечер идешь, и что скажешь, это может быть кончилась война. Нет, опять стреляет. Здесь уже, пожалуйста. В этих лет посещают детки инвестиционный центр Мечта. И вы знаете, вот у меня, как и других мам, центр прекрасный, но беспокоит состояние самого здания. А в частности, знаете, полный столовой. То есть детки у нас есть, как и тяжелопередвигающиеся проходящие на реабилитацию. Мы бы хотели вас попросить посодействовать нам в ремонте нашего помещения. А сколько детей? Большой центр. У нас порядка 20 детей там проживают постоянно. И проходит реабилитацию порядка 30 детей. У вас сын? У меня сын. 9 лет. 9 лет, да. И он давно посещает? 3 года. Ему нравится? Да. Есть любимый педагог? Есть. Есть. Проблема инфекции. Мы предусматриваем в этом бюджете порядка полутора миллионов рублей на ремонт помещений. Хороший центр. Его оказывают помощь благотворительные организации и депутаты наши. И у нас, как бы, в планах, конечно, есть расширение этого центра. Потому что, ну, это действительно доброе дело, которое необходимо. Мы бы вообще хотели бы посмотреть на перспективу какой-то наш районный центр. Потому что есть у нас помещения, площади, специалисты, которые могли бы заниматься. Конечно, требует это расширение. Он работает не годично, в том же с теми летнее время. И сейчас точно. А когда вы сможете выполнить работу? Я думаю, что мы в сентябре уже... До 1 сентября тоже. До 1 сентября тоже. Я прошу вас это сделать до 1 сентября и не информировать о том, что работает вовремя, в срок и, конечно же, качественно. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, мне, как деседатель Совета Модопорского Думы, мельцы доверия обратиться к вам за помощью, решили на этом вопросе. Дело в том, что с недавних пор здание, расположенное рядом с нашим домом, в 19-е, разместился бизнес-центр. Ну, естественно, поток автотранспорта увеличился по нашей придомовой дороге, что является опасностью для жильцов не только нашего дома, прохожих, но также и для школьников. Территория бизнес-центра очень маленькая, и все автомашины паркуют прямо на перелугу, который соединяет улицу Кирова с нашей придомовой дорогой. Бартуют эти машины и на газонах, и мы просим ворота, которые расположены возле нашего дома, закрыть, а ворота, которые расположены возле магазина магнит, который имеет большую территорию, асфальтированную, открыть, и там будут эти машины портоваться. Это бизнес-центр расположен. Это очень хорошо. Там работают люди, малые, средние предприятия, кто-то из родственников в домах, они получают заплату, платят налоги, бюджеты. С этим вы, так сказать, не спорите? Нет. Мы, как Моногород, мы получаем государственную поддержку по программе Моногородов. Это серьезные деньги. И мы на протяжении уже двух лет занимаем первое место по Ленинградской области по сфере развития индивидуального предпринимательства. У нас возникла потребность бизнес-инкубатора, это где до трех лет начинающие бизнесмены получают по сниженным ставкам аренды в помещении для начала трудовой деятельности. Поэтому я думаю, что мы в августе эту проблему полностью решим. И я думаю, что поглотаем оттуда в дорогую территорию, которую машину разобрет и, сожалению, отворотили. Компромиссное решение вот о чем Игорь Николаевич сказал, потому что идет разработка такой оптимальной схемы движения. Я сейчас, так сказать, не могу Игорю Николаевичу приказать установить такой-то знак в таком клеезде. Это не допустимо. Вопрос решается? Да. Так все равно очень похвально действительно Игорь Николаевич, я попрошу взять контроль и меня реформируют. Каким образом задачка будет разрешена. Хорошо, что вы понимаете, что всем возможности должно быть удобно, в том числе людей, что работают в малом предприятии, бизнесе, дебаты. Это не нужно большое дело. Это проект в целях развития города в целом все решится. Все решится. Наверняка. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Таким к вам вопросом. Я как от родителей детского сада Номер 7 у нас в городе Санжи. Хотел бы спросить у вас. Были установлены окна, двери, теневые навесы в детском саду. Но все это было сделано частично. Для конца работа не доведена. Сделано в детских в том числе в ясельных группах. У них уже старые оконные эти проемы. Это просто надо, конечно, менять. И теневые навесы, которые на площадках на детских, они тоже в ужасном состоянии. Как бы нужен ремонт. Но вы как взрослый человек понимаете, что это зависит от возможностей бюджета. Поэтому я сейчас задам вопрос Игорь Николаевич именно каковы возможности бюджета. Более 70% нашего бюджета как раз ведут затраты на социальную сферу. Мы постоянно занимаемся вопросами энергоэффективных мероприятий, дошкольных учреждений, ремонтируем. И действительно в прошлом году делали частично и во всем детском саду седьмом ремонт. Потому что детские сады уже достаточно старые, еще с садом ремонт и требуют значительных материалов. Поэтому по этапу мы делаем каждую вторую по-немножку. Но в этом году мы планируем завершить работы, именно поставить 44 окна в этом седьмом детском саду и еще выделить еще 400 тысяч нужды, которые необходимы доделать по теме у нас и для детки могут гулять на улице. У нас в плане это есть. И я думаю, что изверху бюджет мы их рассматриваем и до первого сентября мы планируем, что мы проведем все конкурсные процедуры и выполним работу. У нас лёгкая болезнь в больнице Бараново домов номер 2 и 4. Ничего не мешает? Они мешают создают уровень жизни. Одна из деревьев уже сосне сухой, а два почти сухие и на клонистом с ней создает угроз жизни и подает близко с них в синих петрах. Хотелось бы, чтобы вы оказали содействие подвесно сошли. Специалисты определили, да? Сухое деле про не сухое представляет оно угрозу, опасность для кого-то. Но если действительно так, то, конечно, нужно сделать это не конкретно. Дель нас имеют нахрон. Ну, давай. Я сейчас докладываю спилу там тех деревьев, которые подлежат сносу, обрезание сучковых веток. Вы ехали, наверное, обратили внимание, что эта работа идет достаточно активно, и в рамках этого контракта, конечно, про эти деревья тоже будут проведены работы. Спил может быть этого сухого делать дальше, которые там сучки, которые грозят обрушения, они, конечно, будут формированы. Сколько других вопросов нет? у меня тоже есть, но именно утром. Вот это самое главное, ну ладно. Была там 30 лет по-другому адресу. Сланцев. И два года назад купила квартиру вот так, по-другому. Лучше квартиры, чем предыдущие. Крущевка. У меня нет уличного освещения. Четырехподъездный дом, и ни одного столбанка. Там вас стоят и не пустыли. Нет уличного вообще освещения. Очень темно, настолько темно, что я боюсь с работы идти домой. Понимаете, это на меня настолько страшно, я же свою жизнь боюсь. Нету света вообще, да? Чтобы лампочки в подъезде включаются в каком-то особом месте, или общедоступно. А включается в общедоступном месте, да? Я вот вспоминаю, я когда жил в Ленинграде, тогда еще в Терпу Ленинградом назывался, я жил в коммунальной квартире на напережной фонтанке. Естественно, в подъезде лампочки освещались. Подъезде? Да, да, да. И любой из жильцов мог простым движением включить освещение всего подъезда. Да, не забываю. А не, это кто? Жители. А вы не забывайте, когда идете, увидите, что темно включают свет. Но если я иду в темноту, а лампочка не горит, а вот эта лампа, если столб, это тоже молчает. Выходишь, что я имел ввиду, да? Да. Не обязательно иметь какого-то одного ответственного за включение лампочек в подъезде. это делаю жить. А в другом спросим руководство города. Вообще проблема уличного освещения трасс-ландцев стоит достаточно острым, потому что из 3600 фонарных столбов досветителей у нас на данном нет работы всех 1900. Связано это прежде всего, конечно, с износом того оборудования, которое было. достаточно серьезные деньги, требующиеся бюджетные, которые, чтобы восстановить все это. У нас есть программа восстановления, по которой мы понемногу восстанавливаем вот это уличное освещение. Вообще мы хотим попробовать и уже подготавливаем документацию на энергосервисный контракт, когда бы инвестор в рамках этого контракта, по аналогии, который, допустим, делан в Кингисеппе, заменил все полностью уличное освещение, все фонарные столбы восстановил, повесил энергоэффективное светодиодное оборудование. Мы такой контракт готовим. Но это опять есть определенные сложности, с которыми мы работаем вместе с правительством Иградской области. Что же касается данного участка дороги, то мы повесим на столбах тех, которые там сохранились, вы говорите, два столба. К сожалению, там должны быть четыре, но сохранились только два. Мы на них, конечно, повесим. Это простое оборудование, ну, вообще, конечно, решение всей проблемы уличного освещения. Я мониторю и анализирую ситуацию. В августе уже полностью закрою. А в Кингисеппи опыт полезный и хороший? В Кингисеппи, да, в Кингисеппи тоже, это года два назад, значит, там тоже решили, что этапно менять на протяжении нескольких лет эти уличные столбы, вот эти фонари, это, ну, долго. Выбравший аукцион, заменил в течение двух-трех месяцев полностью, где-то столбы, полностью поставили светодиодные бруны, и сейчас, конечно, в вечер, когда едешь, это все освещено за разницу экономии, экономии в оплате за электроэнергию. В течение семи лет идет полностью в обратный можем их инвестиции, после чего все это оборудование передается муниципалитету и, в общем-то, дальше муниципалитет получает экономию от использования. То есть, это хорошее такое в нашем законодательстве, но требующее никакой корректировки. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Спасибо. Воспитываете соседей, сколько у вас? Двое. Один воспитала. Сколько лет уже? 23 года. О, большая девочка. Уже бабушка стала. Двоих воспитываю. Степанова Павла Александровича в 2003 году. Степанова Александровича и Один. Уже поступаем в медицинский полеж. В медицинский полеж? В Санкт-Петербурге. Да, второй. Там будет только, да, на неделе жить, зато помогает, отчетить, и дать помогать, Решение твердое. Твердое, да. Мальчику мы поедем учиться в 12-й. Мальчику 12-й. У нас много приема детей в нашей слеснанцевском районе. Оказаться действия в оказании денежных средств на ремонт квартир. Вот у нас очень такой тяжелый вопрос, сложный. Хотелось бы уже мало выделять на ремонт квартир. Квартира очень нехорошая, остается за этими детьми. Никто будет лишь жили вас. Если возможно, мы просто вас... Время сейчас идет не от той, как... А, не от той, как от приемных обителей. Я скажу так, что, конечно, приемным всеми государства выплачивают деньги, которые есть. Но и есть, что как местная власть мы можем позволить себе выделить средства и эти дополнительные средства, эти ремонты. Но это, к сожалению, не то, например, с которым хотелось, а то, например, который может позволить бюджет. Поэтому мы готовы еще допустим выделить еще там размеры, 5-10 тысяч, потому что сразу же, конечно, не сможем все отремонтировать. Стихные квартиры на столице. И в очень хорошем состоянии в той квартире, в которой говорят, ну, мы до октября-октября все эти вопросы решим, отремонтируем, сделаем. И в дальнейшем мы, конечно, тоже будем уделять больше внимания детям, которые находятся в приемных семьях, в части ремонта, содержания их живых помещений. Сколько в районе таких вот? И 33, и 33, и 34 ребенка. Эта цифра растет? Растет. Ну, я скажу так, что вот этого пугаться не надо, это говорит о том, что люди стали более активны про детей, именно семейное воспитание. Это положительно. Ну, отчасти равнят, да? Да. Что дети более ответственные стали относиться. Конечно. Большое управление государства. В районе есть детские? Не было, да? Не было. У нас школы-инкернаты. Да, было уже здесь вино, перевертики. привозно, да, другое дело. Заявляют о том, что дополнительные средства, хоть и небольшие, скромные, но не определенные, районы прозабочены проблемами. Возможно, потому что вы не унываете, потому что вы тянисты, вы занимаетесь очень башнами, благородными. Это может быть не очень внешне заметно, но очень много.